Дорогие коллеги, прежде всего, поделюсь своими впечатлениями. Я впервые в городе Казань, в вашем университете, и искренне выражаю благодарность за высокий уровень организации с первого момента моего появления в этом городе. Хочу поблагодарить президента форума, вашего ректора, директора Института психологии образования, коллег, которые показывают высокий уровень гостеприимства и высокий уровень организации. И поздравить этим замечательным событием в вашем университете и всех участников событием с таким уникальным, на мой взгляд, интереснейшим форумом в системе образования. Поприветствовать вас всех от педагогического сообщества и психологов Республики Беларусь. И я сегодня выступлю с сообщением на тему развития системы непрерывного педагогического образования в Республике Беларусь. В национальной стратегии социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 года особая роль отводится образованию как фактору устойчивого социокультурного развития. Ключевая роль в формировании качественной системы образования отводится системе подготовки педагогических кадров. От того, какого педагога мы подготовим, зависит качество образования всего общества, а в итоге благополучие людей, будущее страны. Глава Белорусского государства Александр Григорьевич Лукашенко, учитель по профессии, в обращении к белорусскому народу и парламенту обозначил стратегические направления развития педагогического образования. Они послужили основой для создания ряда важных документов. Разработана концепция развития педагогического образования на 2015-2020 годы и план мероприятий по ее реализации. В соответствии с данными документами, стратегическим направлением развития педагогического образования в Республике Беларусь является создание целостной непрерывной системы подготовки педагогических кадров. Успешность реализации идей непрерывного педагогического образования зависит от трех ключевых факторов. Степени сотрудничества и взаимодействия всех субъектов педагогического образования, участвующих в разработке инновационных подходов профессиональной подготовки педагога. Интеграции и преемственности всех уровней подготовки педагога и качества научного сопровождения в разработке концептуальных основ перехода к непрерывному педагогическому образованию. Рассмотрим каждый из факторов в отдельности на примере современного опыта профессиональной педагогической подготовки в Республике Беларусь. Итак, сотрудничество и взаимодействие субъектов педагогического образования в разработке инновационных подходов профессиональной подготовки педагога. С целью обеспечения непрерывности педагогического образования и продуктивного взаимодействия всех субъектов, участвующих в этом процессе, в 2015 году в Республике Беларусь осуществлен переход на кластерную организацию сотрудничества в отрасли. Создан учебно-научно-инновационный кластер непрерывного педагогического образования, субъектами которого являются учреждения образования, относящиеся к различным уровням образования, научные и научно-методические организации, иные учреждения и организации, общественные объединения, взаимодействующие на договорной основе, участвующие в формировании и реализации инновационных подходов при подготовке педагогов. Кластер в системе педагогического образования призван обеспечить интеграцию и развитие потенциала учреждений и организаций для подготовки современных педагогов. Они должны обладать высоким уровнем профессиональной компетентности, гражданственности, общей культуры, быть способными создавать новые знания в сфере профессиональной педагогической деятельности, разрабатывать и внедрять инновационные образовательные программы и технологии. С целью обеспечения стратегического руководства и координации деятельности субъектов кластера в Министерство образования утвержден Республиканский координационный совет по вопросам непрерывного педагогического образования, возглавляемый ректором Белорусского государственного педагогического университета и осуществляющий следующие функции. 1. Своевременное формирование предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы педагогического образования. 2. Участие в определении государственного заказа на подготовку, переподготовку и повышение квалификации педагогических кадров. Организация эффективной профориентационной работы, содействие трудоустройству и закреплению молодых педагогов, содействие привлечению ресурсов для развития системы педобразования, включая международные программы и проекты, и поддержка конкурсного движения педагогов. Кластерное сотрудничество в области педагогического образования позволяет координировать научно-исследовательскую деятельность субъектов кластера, обеспечить профессиональную мобильность профессорско-преподавательского состава, расширять сеть ресурсных центров педагогического образования, формировать базу данных о научно-педагогических школах и базах передового опыта в сфере подготовки педагогов. Следующий фактор – обеспечение интеграции и преемственности всех уровней профессиональной подготовки педагога. Сегодня уже можно с уверенностью утверждать, что учебно-научно-инновационный кластер продуктивно реализует функции обеспечения и координации деятельности по подготовке педагогов, которые в Республике Беларусь осуществляются на следующих уровнях. Профильное – предпрофессиональное педагогическое образование на третьей ступени общего среднего образования, среднее специальное педагогическое образование, педагогические колледжи, высшее педагогическое образование, послевузовское образование, дополнительное образование взрослых. Преемственность всех уровней подготовки педагогических кадров как фактор обеспечения его непрерывности является первоочередной задачей, поставленной перед системой образования главой государства на встречи со студентами, преподавателями и молодыми педагогами, выпускниками в дни празднования столетия нашего университета. Вот вам уже более 200 лет, а нам у нас всего 4 вуза в стране, которые имеют такую историю более 100 лет. И вот мы в 2014 году Николай II подписал указ о создании учительского института в Минске, и мы ведем оттуда свою историю. На этой встрече была очень интересная встреча в течение 4 часов. Вот было очень много студентов. Я вижу здесь приятно, что сегодня есть студенты института образования, были выпускники наши лучшие педагоги. Встреча была насыщенной, и очень много с того момента появилось интереснейших идей, которые сегодня реализуются по поднятию престижа учителя в нашей стране. На этой встрече позвучала идея возрождения профильного обучения педагогической направленности в школе, так называемых педагогических классов, что нашло свое отражение в протоколе поручений президента. Именно в работе педагогических классов, как площадке осознанного старта в педагогическую профессию, мы видим главный механизм отбора подготовленных и мотивированных абитуриентов, а на перспективу – залог обеспечения притока в наши школы высококлассных современных педагогов. В результате в 2015-2016 учебном году во всех регионах Беларуси были открыты более 100 педагогических классов и групп, в которых обучались более 1510-ти классников. В наступившем учебном году число педагогических классов и групп увеличилось со 102 до 319, а количество учащихся – до 3542 школьника. По поручению президента с 2017 года введен особый порядок приема на педагогические специальности выпускников. В соответствии с этим документом выпускники профильных классов педагогической направленности могут поступать на педагогические специальности на бюджет без экзаменов. На основании результатов собеседования, наличия в аттестате по двум профильным предметам профиль выбранной педагогической специальности отметки не ниже 8 баллов, отметки 7 и выше баллов по всем предметам учебного плана, освоение содержания обязательного курса факультативных занятий «Введение в педагогическую профессию» 10-11 класс 140 часов, и наличие рекомендаций педагогического совета учреждений образования к обучению на педагогических специальностях. В целях методической поддержки работы педагогических классов в БГПУ разработан учебно-методический комплекс «Введение в педагогическую профессию» 10-11 класс, который размещен на сайте университета в разделе «Педагогические классы». В настоящее время ведется подготовка рабочих тетрадей к факультативным занятиям для учащихся 10-11 классов. Обязательными для учащихся педклассов являются педагогические пробы, испытания, моделирующие ситуации педагогической деятельности, это посещение уроков учителей, проведение микроисследований, организация игр на переменах и воспитательных дел, подготовка и проведение фрагментов уроков, практика в школьном лагере, волонтерская деятельность и другое. Есть предпосытки для возрождения таких форм до профессиональной подготовки, как педагогическая гимназия и педагогический лицей. Когда-то в советское время у нас такие были лицеи, они себя оправдывали, к сожалению, их сейчас мы возрождаем. Я думаю, что уже в следующем году мы обязательно откроем педагогическую гимназию. Мы ставим задачу хотя бы по одной педагогической гимназии в каждой области. В систему непрерывного педагогического образования страны традиционно входит подготовка педагогических кадров со средним специальным образованием. В 21 колледже, который равномерно расположен во всех областях Беларуси, учащиеся осваивают разнообразные педагогические специальности. Здесь готовят педагогов дошкольного образования, начальных классов, музыкального образования, физической культуры и спорта, технического труда и черчения, изобразительного искусства, преподавания иностранного языка. Следует отметить, что в наше динамичное время, когда совершенствуется система общего среднего образования, обогащается ее содержание, становятся востребованными новые функции педагога и других специалистов образования. Поэтому необходимо своевременно, а лучше с опережением отвечать на запросы практики. В этой ситуации преемственность и непрерывность педагогического образования обеспечивается интеграцией образовательных программ педагогических колледжей и учреждений высшего образования, сокращенными сроками подготовки выпускников педагогических колледжей и учреждений высшего образования. Сейчас руководство СовМИН, министерство ставит перед нами задачу расширять возможности места для сокращенного срока обучения после колледжей. В настоящее время подготовка педагогов с высшим образованием в Республике Беларусь ведется по 31 специальности в 12 университетах страны. Из них двух профильных – наш Белорусский государственный педуниверситет и Мозырский государственный педагогический университет. Современная социокультурная ситуация требует от системы высшего образования подготовки конкурентоспособного специалиста, обладающего широким спектром новых востребованных академических, социально-личностных и профессиональных компетенций. В их числе IT-компетенции, проектные компетенции, умение работать с разными категориями учащихся в условиях инклюзии, владение техникой педагогической поддержки, медиации, тьютерства. В этом контексте в 2016 году в стране начата масштабная работа по модернизации структуры и содержания образовательных стандартов, типовых учебных планов и программ высшего педагогического образования. Это позволит продуктивно решать одну из приоритетных задач развития педагогического образования – усиление практикоориентированности процесса подготовки педагогических кадров, максимальное погружение будущих педагогов в профессиональную среду. Решение этой задачи предусматривает прежде всего совершенствование педагогической практики студентов, придание ей непрерывного характера. С этой целью в нашем университете, ведущем отраслевом вузе страны, мы провели эксперимент по организации педагогической практики с выделением одного школьного дня. Один день в неделю студенты второго курса всех специальностей находятся в школе, дошкольном учреждении или специальном учреждении образования. Там они наблюдают за реальным образовательным процессом, помогают учителю, воспитателю в организации урока, подвижных перемен, воспитательных мероприятий и так далее. Результаты эксперимента подтвердили целесообразность раннего включения студентов в реальную педагогическую среду. Еще одно направление оптимизации педагогической практики студентов с целью придания непрерывного характера предусматривает ее организация, начиная с первого курса. В нашем университете эта задача решается посредством включения первокурсников в волонтерскую деятельность. Одним из главных направлений, которые являются поддержкой оказания помощи детям, с тяжелыми психофизическими нарушениями, заболеваниями детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Такая практика дает будущим педагогам неоценимый предпрофессиональный опыт и организуется для студентов первого курса на базах различных типов учреждений образования – дошкольные, средняя школа, гимназии, школы-интернаты, Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, Центр социальной помощи семье и детям. За активную деятельность в гуманитарной области, а также значительный клад в развитие и популяризацию волонтерского движения среди студенческой молодежи в 2016 году коллектив нашего университета был удостоен премии президента Республики Беларусь за духовное возрождение. Вот вы видите, наш ректор-президент вручает ему, это очень высокая премия высокого уровня, и наш волонтер года, студентка, кстати, факультета инклюзивного образования, дефектолог, логопед, которая сказала, не пойдет дальше учиться, в магистратуру, который хочет на практику, хочет пойти к реальным детям. У нее президент спросил, в науку пойдешь? Она сказала, нет, пойду в практику. Уважаемые коллеги, в русле реализации идеи практикоориентированной подготовки педагогических кадров новые широкие возможности для специализации представляет магистратура как вторая ступень высшего образования. Модернизация содержания магистрского образования является ответом на запрос системы общего среднего образования. Сегодня для осуществления профильного обучения в старшей школе нужны высококлассные учителя-предметники. В профессиональном стандарте педагога, разработка которого ведется сегодня в Республике Беларусь, предусматривается, что именно педагоги с магистрской степенью будут работать в профильных классах, гимназиях и лицеях, в тех учреждениях, где обучение ведется на повышенном и углубленном уровне. Мне предоставляется интересно познакомиться с системой. Я уже сегодня немножечко познакомилась с магистратурой, с обучением в вашем университете. Я думаю, мы взаимно обогатим друг друга, потому что у вас тоже есть очень интересные находки по организации обучения в магистратуре. И я обязательно нашему руководству и нашему министру об этом расскажу, потому что министр – выпускник нашего университета, наш коллега, и мы сейчас работаем в таком тесном сотрудничестве. Интенсивное преобразование в экономике и социокультурном развитии, появление новых сложнейших технологий, трансформационные процессы в сфере образования требуют постоянного совершенствования квалификации педагогических кадров. В связи с этим возрастает роль и значение системы дополнительного образования взрослых, способная оперативно обеспечить подготовку педагогов к работе в новых условиях. Хочу отметить, что Институт повышения квалификации и переподготовки БГПУ мобильно реагирует на запросы учреждений дошкольного, общего, среднего, специально высшего образования по реализации образовательных программ повышения квалификации, переподготовки педагогических кадров, стажировки. Мы предлагаем 28 образовательных программ переподготовки, более 100 образовательных программ повышения квалификации, обучающие курсы по различным направлениям. Переподготовка специалистов осуществляется с использованием современных технологий организации учебного процесса. Перевернутый класс, смешанное обучение, коллективное взаимообучение. В процессе обучения слушателям самостоятельно формируется учебно-методический комплекс, обеспечивая содержательное сопровождение специалиста профессиональной деятельности. Такую же работу ведут все региональные институты развития образования. Успешная модернизация и эффективное развитие системы непрерывного педагогического образования возможны только при условии надежного и своевременного научного сопровождения. В 2015 году в университете была разработана тематика приоритетных психолого-педагогических исследований в области образования, которая утверждена на заседании Координационного совета кластера. Данное проблемное поле легло в основу определения стратегических направлений фундаментальных и прикладных научных исследований, экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования, а также для формирования тематики магистрских, кандидатских и докторских диссертаций, курсовых и дипломных работ студентов, НИР, кафедр всех вузов, готовящих педагогические кадры. В целях повышения качества педагогического образования в нашей стране создана Сетевая академия педагогики электронного обучения при Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка, как ведущем отраслевом вузе страны. Работа Сетевой академии позволяет максимально интенсивно развивать собственную информационно-образовательную среду педагогического образования, то есть перейти к так называемому электронному обучению. Эта современная психотехнологичная научно-образовательная площадка объединила преподавателей, студентов, ученых не только БГПУ, но и всего кластера, профессиональное педагогическое сообщество по таким направлениям, как дидактика сетевого урока, педагогическая практика в сфере электронного обучения, сетевое и педагогическое взаимодействие на базе электронного журнала, открытые лекции, семинары, вебинары опытных IT-педагогов и лучших ученых и формирование научного портфолио студента в области педагогики электронного обучения. С целью усиления преемственности интеграции разных уровней педагогической подготовки в рамках работы кластера ведется работа по созданию сети ресурсных центров практикоориентированного педагогического образования с учетом регионального опыта. Так, в нашем университете для создания интегрированной информационно-образовательной среды подготовки компетентного, конкурентно способного специалиста создаются ресурсные центры. На факультете социально-педагогических технологий открыт Республиканский ресурсный центр социально-педагогических технологий, ресурсное обеспечение образовательной деятельности в сфере инклюзивного образования, а также популяризации ценностей принципа инклюзивного образования, формирования норм толерантного поведения в инклюзивном пространстве, учреждения образования разных уровней и видов, открыт у нас с этой целью Национальный ресурсный центр инклюзивного образования. Он был открыт совсем недавно, ваши коллеги, спасибо, они уже посетили и дали оценку, заканчиваю, да. Он был открыт в 2017 году по инициативе нашего университета при поддержке детского фонда ООН, ЮНИЦЕФ. И я хочу сказать о том, что 11 апреля 2017 года в Москве на заседании Совета по сотрудничеству в области образования государств-участников Содружества независимых государств БГПУ был присвоен статус базовой организации государств-участников СНГ по подготовке, переподготовке и повышению педагогических работников специалистов в области инклюзивного и специального образования. Я думаю, мы с вами здесь активно посотрудничаем. Уважаемые коллеги, таким образом педагогическое образование Республики Беларусь развивается сегодня на основе принципа системности, непрерывности и преемственности. И чтобы обеспечить современный уровень подготовки специалистов, будущих педагогов нельзя остановиться на достигнутом. Перед системой непрерывно-педагогического образования, как фактором устойчивого развития общества, сегодня стоит ряд задач, в числе которых модернизация механизмов содержания кластерного сотрудничества в отрасли педобразования, совершенствование системы допрофильной и профильной педагогической подготовки, обеспечение преемственности и согласованности в содержании образовательных программ на всех ступенях подготовки, унификация педагогических специальностей и квалификаций, создание профессионального стандарта педагога и приведение содержания подготовки педкадров в соответствии с требованиями общеевропейского образовательного пространства. Извините за то, что... Спасибо за внимание. Я уложилась почти. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok